Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 19 ноября состоялось знаменательное событие. Депутаты городской думы избрали нового главу Сургута. Каким образом проходила эта процедура, расскажу вам я, Дмитрий Подлесной. Права потребителей, как закон защищает нас от некачественных товаров и услуг. И куда обращаться, если ваши права нарушены? Подробности у Светланы Стебеньковой. Система взимания платы с водителей большегрузов Платон. Что это? Кара для дальнобойщиков или новый инструмент, который даст стране новые хорошие дороги? Об этом расскажу я, Дмитрий Круковец. Дмитрий Попов остается на второй срок в ранге главы Сургута. В четверг его выбирали депутаты городской думы на очередном заседании. Хотя назвать выборами эту процедуру в обычном ее восприятии нельзя, ведь впервые на улицах не было агитирующих плакатов, не было и встреч с электоратом избирательных участков. Выбирали главу Сургута депутаты думы, которым мы, по сути, делегировали право представлять наши интересы. Для начала всех кандидатов проверили на достоверность предоставленных данных. Позже специальная комиссия заслушала их доклады о концепции развития Сургута. Прошедшие далее претенденты вышли на диалог с депутатами, которые и принимали итоговые решения. Дмитрий Подлесной в числе многих журналистов стал свидетелем этих событий и проанализировал эффективность нового порядка избрания мэра. В назначенный час 16 ноября на конкурс по отбору главы города пришли не все заявленные кандидаты. Один из них процедуру регистрации решил пропустить. Затем специальная комиссия рассмотрела документы всех претендентов. Проходила проверка по документам, наличие достоверных и недостоверных данных, предоставленные участниками, полные или заведомо ложные сведения. И поэтому к участию в дальнейшем во втором этапе конкурса у нас не допущено 11 человек. Несогласие, отрицание, сдержанное недоумение. Реакция не прошедших в следующий этап кандидатов была разной. Все происходило в четком соответствии с решением Думы, с тем регламентом, который есть. Собственно говоря, комиссия сделала всю свою работу. В итоге к собеседованию допустили троих. Чиновника из Сургутского района Жанну Кадацкую, вице-президента окружной федерации синхронного плавания Андрея Марковича и действующего главу Дмитрия Попова. Им предстояло рассказать о том, как они построят работу в качестве градоначальника. Я рассказывала о своем видении города, о его дальнейшем развитии. И да, было очень много вопросов. В частности, мнение было в комиссии противоречивое к высказанным идеям развития города. Лично в моем видении этого была дискуссия. Андрей Маркович базировал свою программу на рациональном использовании имеющихся кадровых ресурсов. Я считаю, что Дмитрий Валерьевич Попов и в целом его команда, заместители, это команда профессионалов, хороших управленцев. И в случае избрания меня главой, я думаю, что все продолжат работу на благо нашего города. Первых двух кандидатов комиссия заслушивала около часа. На диалог с Дмитрием Поповым ушло 40 минут. Вопросов о том, как он будет руководить аппаратом администрации, не было. А вот о перспективах Сургута порассуждать пришлось. То, что касается утвержденной нами вместе стратегии развития города до 2030 года, те особенности, которые ситуация социально-экономическая, которая существует в стране, накладывает на этот процесс, в том числе и задавали вопросы, как скажется, изменение бюджетных проектировок с трех лет на период планирования в один год. В следующий финальный этап голосования комиссия направила всего двух кандидатов – Жанну Кадацкую и Дмитрия Попова. Доклады кандидатов попали на суд депутатов Сургутской думы. Красной нитью проходил вопрос о привлечении в город дополнительных инвестиций. Город Сургут у нас по факту – это дотационный город. Да? Дотационный город. И вы уверены в том, что вы сможете договориться с окружными властями, нам будут в виде субвенций, дотаций перечислять не 11 миллиардов, а 15 миллиардов. И каким образом вы это сможете сделать? Когда есть прозрачная структура администрации, понятность ее действий и результат. И эти деньги можно просить и сказать, да, мы сделали здесь столько-столько, и результат будет таким. И нам не хватает дополнительной суммы. Дмитрий Попов о диалоге с окружными властями знает не понаслышке. Его депутаты спрашивали о развитии конкурентоспособности сургутских товаров, а также благоустройстве городской инфраструктуры. После чего народные избранники приступили к процедуре голосования. За кандидата Кадацкую Жанну Сергеевну проголосовало 0 человек. Второе. За кандидата Попова Дмитрия Валерьевича проголосовало 23 человека. Единодушие парламентариев было вполне прогнозируемо. Дошедшие до финала кандидаты с точки зрения политического авторитета были разных весовых категорий. Сегодня мы избрали главу на 5 лет, главу города 300-тысячного, центра нашего региона, города, который дает львиную долю всех доходов, нефти, газа, городу-труженику. Поэтому нам не нужны какие-то потрясения. Нам нужен стабильный работающий аппарат. Переизбрание действующего главы не означает, что ничего не изменится. Дмитрий Попов проанонсировал оптимизацию процессов управления в муниципалитете в ближайшее время. Я некоторое время еще потяну интригу, потому что те предложения, которые подготовил я, они не были согласованы и сейчас не согласованы даже с моими заместителями. Я специально не стал этого делать до принятия сегодняшнего решения. Ну, чтобы не забегать вперед, ну, как говорят, чтобы не спугнуть. Поэтому в ближайшее время я соберу в первую очередь своих заместителей, покажу им свое видение новой структуры администрации. В дальнейшем обязательно эта структура пройдет согласование с комиссией по оптимизации штатной численности в администрации, где специалисты посмотрят и мы просчитаем. Долгосрочные перспективы развития города будут связаны с утвержденной стратегией 2030. И, вероятно, как раз более эффективная система управления позволит достичь планируемых показателей либо в срок, либо раньше. Гарантией того, что деятельность аппарата администрации будет результативнее, стали слова переизбранного на второй срок Дмитрия Попова о том, что он постарается быть лучше своего предшественника. Но ведь в каждой шутке есть доля правды. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сергей Колотов. Специально для телевизионного обзора новостей. Уже сейчас много раз упомянутая кандидатами на пост главы города и главный аргумент Дмитрия Попова стратегии развития Сургута до 2030 года проходит процесс внедрения в действующие нормативные акты. Сейчас специалисты администрации адаптируют муниципальные программы под обозначенные цели и задачи. Организует специальный совещательный орган, в который войдут эксперты по 12 векторам развития Сургута. Эти специалисты продолжат оперативную корректировку документов. Сейчас разрабатывается постановление о создании рабочих групп по каждому вектору. Их у нас 12 в городе. Дальше мы определим деятельность этих векторов, деятельность рабочих групп и деятельность самого совета при главе города. Определенные сложности могут возникнуть при синхронизации стратегий и генплана города. Эти документы отличаются, а именно в количестве возведения социально значимых учреждений. Также пройдет процесс согласования территориального расположения этих объектов. В целом, в самой стратегии описаны механизмы и алгоритмы реализации задуманных планов. Хотя мероприятия по реализации документа предусматривают непрерывную актуализацию в зависимости от изменений экономических условий. Этот документ живой, он может корректироваться ежемесячно, может ежеквартально, в зависимости от тех мероприятий, которые исполняются, и те мероприятия, которые инициативы, самое главное, людей, которые могут в этот план добавляться. На этой неделе Сургут с рабочим визитом посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Глава автономии прибыла в наш город в четверг и первым делом посетила региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia. Наталья Владимировна прошла по всем площадкам, на которых проходили соревнования, посмотрела, как именно устроен конкурс и даже лично пообщалась с некоторыми участниками. Губернатор отметила достаточно высокий уровень организации и высказала пожелание развивать данное направление в Югре. В первую очередь, потому что наш регион испытывает острую нехватку рабочих профессий. После экскурсии Наталья Комарова провела встречу с руководителями профессиональных образовательных организаций и вузов. На нем глава автономии подчеркнула значимость подготовки студентов именно по востребованным на рынке труда специальностям. Министерство труда и социальной защиты в ноябре в этом году утвердило 50 наиболее востребованных на рынке трудоновых и перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования. Мы ведем подготовку по 86 рабочим специальностям, профессиям, среднем профессиональном образовании. И только в 12 случаях то, что мы даем из этих 86, совпадает с 50 топ-министерствами. Также Наталья Комарова пообщалась с представителями дачных и гаражных кооперативов. Задачу навести порядок в обозначенных областях деятельности городские власти получили еще в феврале. Однако спустя 9 месяцев ситуация практически не изменилась. Губернатор, впрочем, заметила, что власти вынуждены были решать текущие проблемы, нежели распутывать клубок бед, которые накопились за многие даже не годы, а десятилетия. К примеру, часть дачных участков возле магистрального газопровода находятся под угрозой сноса. Джентльменское соглашение между властями и «Газпромом» есть, но обращения в суд от компании о сносе строений, которые находятся в охранной зоне, все равно продолжают поступать. Наталья Комарова даже позвонила Игорю Иванову, главе «Газпрома» «Трансгаз Сыргут», чтобы прояснить ситуацию. Здравствуйте, Игорь Иванович. Извините, тут вот при всех сургутянок, к сожалению, с вами разговариваю, потому что не могу добиться ни от кого новостей из «Газпрома». Вы мне говорили, что есть по этому вопросу какие-то новости. Наталья Комарова отметила, что проблемы в дачных кооперативах существуют не только в Сургуте, но и вообще в Югре и в других регионах страны. Список трудностей дополняют изменения в федеральном законодательстве. В пример губернатор привела появившуюся возможность регистрации по месту жительства в дачных домах. Остров стал вопрос так называемого резинового жилья, а как следствие притока иностранцев и увеличение количества нарушений в этой сфере. Сегодня в Сургуте 89 дачных товариществ. В них постоянно проживают, по разным данным, от 6 до 30 тысяч человек. Добавим, что тему гаражных кооперативов при этом почти не затронули. В пятницу Наталья Комарова провела совещание с депутатами Сургутской думы. Губернатор обозначила парламентариям вопросы, которые поднимают сургутяне на встречах. Так, например, она попросила народных избранников подумать над муниципальной законодательной инициативой для регулирования отношений в дачных кооперативах. Зашла речь и о вопросах капитального ремонта жилья. Эту тему мы обсудим при следующей нашей встрече. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь и смотрите во второй части выпуска. Система взимания платы с водителей большегрузов Платон. Что это? Кара для дальнобойщиков или новый инструмент, который даст стране новые хорошие дороги? Об этом расскажу я, Дмитрий Круковец. Права потребителей, как закон, защищает нас от некачественных товаров и услуг. И куда обращаться, если ваши права нарушены? Подробности у Светланы Стебеньковой. День, когда тишина не должна быть в библиотеке. Чью душу лечат сказки? И кто их больше любит? Дети или взрослые? Об этом вам расскажу я, Екатерина Любешева. Привет, Сургут. Прямо со съемок нового телепроекта СТС я передаю свои поздравления телерадиокомпании Сургут Интерновости. Желаю вам всего самого наилучшего. Ко мне присоединяются мои коллеги, ваши зрители и, конечно же, канал СТС. С праздником вас, друзья! Всего вам самого-самого наилучшего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телефон 221-555 В модном заведении особая атмосфера для проведения самых различных мероприятий. Стильные декорации, эстетика, музыкальное оформление, отменное фирменное меню. Студия «Четвертая власть». Улица 30 лет Победы, 27-2. Телефон 72-888-3. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет оригинальный телепроект. 25 мгновений истории, посвященные знаменательному юбилею одного из крупнейших медиахолдингов в Югре. Прикоснитесь к страницам исторического прошлого вместе с теми, кто запечатлел на бесчисленные километры кинопленки и видео за четверть века самые яркие события в жизни нашего города, округа, страны в цикле информационных программ на телеканалах «Сургут Интерновости». Новости.